Как демонтировать задний маятник с большинства мотоциклов в Сузуки? Принцип на всех один и тот же и не только, кстати, на Сузуки. Начинаем с переднего колеса. Переднее колесо у нас, как мы видим, остается в покое. Все остальное, в принципе, тоже. Переходим к задней части. Здесь у меня уже половина разобрана, но в сути это не меняет. Сейчас объясню, что к чему. Первым делом будет гайка здесь, на 27, если я не ошибаюсь. Отпускается эта гайка. Выглядит она вот так. Дальше отпускается вот эта, ну вот эта контрагайка в виде короны. Отпускается резьба на всех, самая обыкновенная, правая. Далее, когда отпустили эту гайку, полностью ее сняли, находим шестигранник внутренний, который ставится в центральную ось и ее выкручиваем. Для того, чтобы снять маятник, однозначно нужно вынимать заднее колесо. Вон он у меня стоит, уже вынул. Это, естественно, здесь ослабляются натяжители цепи. Гайка отпускается, вынимается центральная ось. Также придется расцепить цепь. Если у вас замок, то вам повезло. Если у вас заклепано, то не очень. Либо маятник останется привязан, либо вам придется скинуть сведущие звездочки. Короче, тут кому как, что и для чего нужно. Я расцепил, потому что полностью буду вынимать маятник. Ослабили натяжители, расцепили цепь, вынули ось центральную, выкатили колесо. Колесо обязательно нужно снимать, потому что на нем одето крепление суппорта. Суппорт, планочка для вот этой резиночки, которую втулкает и держит, тоже отпускается. Вот это. Суппорт остается здесь висеть, чтобы он не на маятнике уже прикреплен не был. Обязательно понадобится что-то, чем вы потом подопрете заднюю часть. У нас это будет такая вот система. Здесь подставки от елки какие-то. Мы пытались что-нибудь придумать. В итоге придумали старая подставка под круглый аквариум и баскетбольный мяч. Она у нас замечательно должна вот сюда упереться. Также под центральную часть, так как у меня нет переднего подката, я буду подкладывать под коллектор. Ну, понятно. Подставка в виде пня, у кого там что, можно данкрат, потому что задний подкат придется убирать. Как только вы открутите линки, у вас задняя часть, то есть отсоедините маятник от подвески, от заднего моноамортизатора. У вас задняя часть с подрамником, они схлопнутся, уже ничего не будет удерживаться. Поэтому нужно перед этим пирать, все вывешивать, выставлять перед. Обязательно откиньте подножку. Я откинул, чтобы мало ли в какую сторону его потянет. Ну и желательно это делать с ассистентом или помощником. Когда все это сняли, все подготовили, маятник у нас больше ничего не держит, ни к чему не привязан. Начинаем выкручивать вот эту центральную ось. Там будут два игольчатых подшипника с каждой стороны, которые желательно не растерять, не повредить. Их нужно будет обслужить, посмотреть, что с ними как. Потому что появляется на них выработка односторонней из-за одностороннего натяжения цепи с той стороны. И многие японские производители, примерно до 2006 года, у них был допуск в люфте маятника по оси X и Y 1 мм. Потом они его повысили до почти одного сантиметра. О, он уже сейчас, вот он люфт идет. Я думаю, видно. Я не знаю, с чем это связано, но многие говорят с тем, что контроль качества понизился. И появились более высокие допуски. Вот этот люфт. Вот эту всю систему мы сейчас будем обслуживать, смотреть, разбираться, что с ней и как. Такая у нас конструкция получилась без подката. Сюда мяч отлично встал. Как раз не зря я выхлоп снял заранее. У меня уже снят выхлоп, потому что я буду махинации с выхлопом проворачивать. Выхлоп у меня состоит из трех частей. Паук 4 в 1 через перегородку. Потом резонатор. Кстати, резонатор и секция катализатора здесь. Но она у меня уже вырезана. Там аккуратно окно прорезано было и удалена вся экология. Потом она переходит сюда. В вилку здесь у меня тоже уже тюнинг стоит. А даже из четырех частей. Это первая. Это вторая с резонатором. Вот она третья. И четвертая это уже банки будут. Где банки? У меня банки японские. GMCA. Номерные. Две. Под хвост надеваются на... Ну, все, в общем, понятно. Вам, если у вас нет такой подставки под аквариум и баскетбольного мяча, придется придумывать что-то свое. Но смысл вот так вот. Итак, пришлось открутить верхнюю защиту цепи. И хайгер. Потому что они мешались уже, ложились на нашу дельтоподставку. Дальше я выкрутил вот эту ось. Вон там мы видим, там уже игольчатые подшипники в маятнике. Вот она сама ось как выглядит. Ее не выбивать. Выкручивать. И далее получилось то, что у нас вмешается выхлоп. Не зря я его собирался снимать. Так как сзади маятник у нас имеет закрытую форму. Чуть-то я как-то до этого не допетрил так сходу. Амортизатор скидывать. И выхлоп тоже скидывать, чтобы вынуть полностью маятник. Так-то у нас уже все. В свободном плавании. Вот так у нас все выглядит на данный момент. Сняли выхлоп. Сняли маятник. Все верно. Мы выдернули выхлоп. Отсоединили амортизатор. Отсоединили линки и прогрессию от амортизатора. Это, кстати, сейчас тоже все будем снимать. Попутно обслуживать. Сняли мы маятник. Игольчатые подшипники здесь со всех сторон. Здесь есть. Везде есть. И в прогрессии там есть. Только на прогрессии я пока что не могу там открутить один болт. На 22, выводили на 24. И здесь со стороны цепи мы видим вот такую пластину. Да, накладку на шести винтах. Что-то она там закрывает. Неизвестно что. Как бы с этой стороны. Вот. Какая картина нарисовывается. Здесь полые ребристые сектора. А вот здесь сейчас будем смотреть, что здесь. Чудесная отвертка для кадра прям классная. Так, ну и что же у нас тут будет? Мы этой чудесной отверткой все-таки подденем. Если здесь будут какие-то грузы, я просто охренею. У меня есть, кстати, третья рука. Я не знаю, вибродемпфер, если это здесь резина, то это вибродемпфер, да. Охренеть. Ну, отныне здесь его не будем. Ну, он здесь был, да, если что. Если у вас такой же мотоцикл и у вас нет этой штуки, значит он был у меня. Слышь, да нормально он весит. Килограмма так пол. Просто охренеть. Вместе с этой пластиной. Да, это килограмм, наверное. Еще и винты, если все эти положить. Да нет, винты фигня. Все, до свидания. На сегодня все осталось вот в таком состоянии. Все остальное будет завтра. Н-ный день наших обслуживаний и модификаций. Мод постепенно начал разлагаться и превращаться в труп. Упакован так же. Давай быстрее мы уже собрать. Все затянулось потому, что купают дожди. Изо дня в день все работы прерываются дождями. Вот так-то. Дожди все лупят, народ все косит. А у меня на данной стадии работ мы имеем, кстати, почерневший маятник. Он приобрел более благородный цвет, потому что всю эту серебристость я лично не перевариваю. Мне это очень не нравится. Она выглядит очень дешево и убого. Покрасил маятник и раму. Ну и там некоторые другие детали. И что мы имеем на данной стадии? Полностью разобранную заднюю подвеску. Болт, который я не мог выкрутить, потому что он был довольно-таки сильно корродирован. Здесь еще и гайка с фиксатором была. Это очень сложно. Он крепит вот эту часть очага прогрессии к раме. Зажимается там очень туго. 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 Покручивался он с очень большими скрипами. Я думал, что я его не откручиваю. Это была жесть. Она еще и гайка идет с фиксатором. Но там и так все от времени зафиксировано. Никто в заднюю подвеску так же у меня не лазил. Поэтому я очень не зря сунул туда свой нос. Давно хотел. Это, да, во всей прогрессии у нас имеются игольчатые подшипники везде. Здесь они наборного типа. Вот они, эти цилиндрики, которые в свободном плавании здесь находятся. И держатся за счет распирания втулки, вокруг которой вращаются. А здесь кассетного типа. То есть вот они, обычные игольчатые подшипники, которые набраны в обойму. Вот эти, куда крепятся линки прогрессии, у меня была... В общем, эта часть была закусана из-за коррозии. Она, ну, то есть не двигалась. Линки прогрессии там двигались вот в такой плоскости. Там буквально 30 градусов. Я что-то как-то поначалу вообще не понял, что это как и к чему. Но потом, когда начал разбирать, выкрутил, понял, что очень корродировал вот этот шток. Ну, как по сравнению с остальными. Очень он еще жить-то будет. В общем, эта часть не вращалась должным образом. Оно должно здесь все свободненько, хорошо и легко вращаться. Цилиндрики с этого игольчатого подшипника тоже, которые были и были... Были в печальном состоянии. Он тоже протравливал. Ну, какие вынулись, протравил их в преобразователи ржавчины. Как я уже сказал, этот наборной, с него цилиндрики все вынаются легко. Методом тыкания пальцем. А здесь без выпрессовки этот подшипник, к сожалению, не достать. Поэтому приходится промывать все на месте, прямо в прогрессии. Все это несколько раз я промывал. Вычищал до более приятного состояния, чтобы все было чисто, без мусора и остатков старой смазки. Здесь стоят пыльники перед подшипниками. Они, конечно, ситуацию спасают, но, как мы видим, не везде. Здесь было немного неприятно увидеть этот момент. Все это промыто. Сейчас будет заново смазываться и устанавливаться обратно в маятник. Здесь втулочка в порядке. Разводы это от промывки. Промывал, сейчас все посмажу, все будет хорошо. Ну и так все остальные места. Все протравливал преобразователем. Здесь в маятнике то же самое. Здесь кассетные игольчатые подшипники. То же самое. Их промываем, обслуживаем. Сейчас будем смазывать и устанавливать маятник обратно на мотоцикл. Втулки у нас вставляются сюда. Ну это понятно. Между рамой и маятником с прогрессией все понятно. Этой частью, естественно, прогрессия крепится к самой раме. Здесь проходит амортизатор. Он уже там на мотоцикле висит. Он будет крепиться сюда. Сюда линки прогрессии. В таком вот виде все будет это работать. Висит амортизатор. Очень удобно все отмывать в снятом виде. Поэтому я очень люблю все детально разбирать, чистить, мыть. Это моя такая болезнь по жизни. Да, все номера в подшипниках я отфоткал. Да, я думаю, здесь и на видео везде. В принципе, видно. Здесь стоит оригинал ИКО. Номера кому будут нужны. Так сказать, срисуете. Ну здесь тоже самое. Пожалуйста. По прогрессии у меня большой опрос вызвала вот эта площадка. Такое ощущение, что здесь должен быть нанесен какой-то номер. Но его тут нет, какая-то непонятная площадка с непонятной фрезеровкой. А все номера здесь находятся по краям. Какие-то маркировки непонятные. Вот так. А, и да. Мой внутренний сатанизм очень расстроен. 665. Сузуки, где вы потеряли мою третью шестерочку? Мне это не очень. Вчера я неплохо так искупался под дождем. Меня вся эта погодная канитель выбесила. Сегодня жара. На жаре я немножко пожарился, и сейчас меня ветер достает. Достали шуршанием эти пакеты. Наконец-то я их уже снял. И вчера я присоединил маятник к основной части мотоцикла в одиночку. Ничего в этом сложного не было. Простая процедура. Это все гораздо проще, чем попадать тормозным диском между колодок и вставлять суппорт в маятник при установке колеса. При установке маятника на свое законное место. Первое, с чего я начал. Естественно, подстелил здесь все, положил маятник рядышком. После смазки всей прогрессии, сбора подшипников и всего прочего, вставил оси линков, накинул линки. Ничего не затягиваем, затягиваем все в последнюю очередь. Потом всю вот эту прогрессию без амортизатора. Амортизатор здесь уже висел. Присоединяем сюда. Это будет первая ось, которую мы закрепляем. Присоединили прогрессию, линки висят, все это в висячем положении. Перед тем, как присоединить маятник, не забываем надеть успокоительный демпфер цепи. Я забыл, потом все откручивал опять и надевал его так, как он идет через ось. Можно было, конечно, на конце разрезать, но такой пантеле я не люблю. Все должно быть так, как быть должно. Крепится он, это на всех мотоциклах. Там, по-моему, он идет замкнутый. Ну, там уже смотрите по ситуации. В общем, не забудьте. Возвращаемся на эту сторону. Поднимаем маятник под углом. Он хорошо нам становится ближе к оси. Вставляем, вкручиваем. Естественно, продев амортизатор в этот колодец маятника. Все, амортизатор у нас висит здесь. Поднимаем прогрессию, закрепляем к ней амортизатор. Крепим линки. Ось. С этой стороны фиксируется гайка. Потом короноидальная наша контрагайка. Ее я еще не поставил. Забыл я вот только отснять люфт, которого больше нет. Сейчас он уже на подкате стоит, а то висел же на пеньках и подставке. Маятник в свободном плавании был. Так проверяются его люфты, как я делал изначально. Так вот, они вообще пропали. Ни таких, ни по оси Х, ни по оси У, никаких люфтов. Нет. Просто прекрасно. Этого я и ожидал. Хорошо мне сделала голову вот эта вот вся тормозная система. С задней тормозной системой постоянно какие-то траблы. Неудобно, ни хрена. Все висит. Вот этот основной цилиндр висит. Все хреново. Неудобно. Все это мешается. Все это царапается. Вон, я здесь уже очень некрасиво так поцарапал. Но, тем не менее. Я здесь тоже наживил. Оно еще все болтается. Все это подсоединил. Все эти пружинки. Система простая. Система адекватная. Но, блин, неудобно, чтобы ничего не поцарапать. Вот это меня очень бесит. Цепь продел через верх. По звезде аккуратно провернул. Дальше закреплю пластики. Важно перед установкой колеса закрепить вот эту фигню. Потому что потом будет очень неудобно. Хаггер сначала ставится. Потом ставится вот эта накладка, удерживающая демпфер заднего тормозного шланга. И теперь можно вкидывать колесо. Отличный лайфхак для установки заднего колеса в одиночку. Все, кто сталкивался, знают, что это очень неудобно. Накидывать цепь. Накидывать супер. Закатывать колесо. Плоскость маятника. Приходится его держать на весу. И все это здесь попадать. Ну, тяжело. Неудобно. Проблематично. Без ассистента или помощника. Но отличным помощником является лопата. Замечательно. Она регулируется, куда нам что. По держаку накатывается. Ну, в общем, лопата служит отличной эстакадой для этого действия. Сейчас закатываем колесо. Накидываем цепь. Суппорт, естественно, с вот этой фигней, которую я не люблю. Но с лопатой, я говорю, даже это уже не проблема в одиночку сделать. Телефончик сел. Это просто замечательно. Это не может меня не радовать. Да, sorry за то, что снимаю какими-то отрывками. Приходится проделывать какой-то этап, потом пытаться вам объяснить всю суть произошедшего. Каждый раз, чтобы взять в руки телефон, нужно пойти нормально отмыть руки. Взять телефон, показать, объяснить, ничего не забыть. И опять приступить к работам. А тут еще и погодка радует. То дождем меня купает, то ветер бесит, то все шуршит. Кстати, катализатор лежит. Это от К9 джиксера. Это не от этого мотоцикла, а то кто-нибудь спросит. От этого мотоцикла вся выхлопная система. Вон она лежит. Вон она лежит. И банки там, ну, под столом лежат. Потом буду производить свои запланированные манипуляции с выхлопной системой. Хочу немного ее изменить. Хотя бы для интереса. Короче, поэкспериментировать. Вернуть назад все прежнее никогда не поздно. Бл***ь, где фокус, ёб твою мать? И вот что мы имеем в итоге. Полностью обслуженная задняя подвеска. Ну, за исключением моноамортизатора. Его смысла потрошить не было. Меня интересовали все эти подшипники. Ох, тут классно. Спайдермен, спайдермен. Меня интересовали все эти подшипники, прогрессия, что и как. И как мы могли видеть не зря. Также переделана выхлопная система из всего, что мы видели уходящего под хвост в одну банку набок. Здесь пока что заколхожены все эти пружинки на хомутах. Потому что мой дежурный сварщик работает. Когда приедет, наварит мне петельки под пружины. И все здесь будет отлично. Мне лично так нравится больше, чем вот эти вот две сковородки под хвостом. На мой взгляд, выхлопы под хвостом с такой длиной выхлопного тракта уже свое отжили. Ну, не считая там суперновых V4 суперспортиков. Плуг тоже ставить не буду фигням. К чему он тут этот полуплужок, я вообще не понимаю. Ну, короче, не прикалывает меня эта история. Зато сюда теперь можно при дальних каких-то поездках действительно размещать некоторый объем багажа. Все блогеры, которые говорят, ну, багажник, ну, есть. Где, идиоты? Что багажник? Вот это вот две этих полосочки, я не знаю, под что, под прокладки вам. На спорте действительно был багажник в хвосте. Туда все, что интересно, в пределах разумного, можно было разместить. Зато мы сделали два выхлопа под хвостом, да, чудесно. Кстати, некоторые пацаны мне говорили, когда здесь они стояли, еще две эти банки торчали, говорят, ух, а у тебя что, четыре выхлопных? Я говорю, ну да, четыре. Короче, с обслуживанием все. Теперь можно выезжать кататься, любоваться на прекрасные закаты. В одном из следующих видео вы увидите, как обслужить топливную систему от А до Я на мотоцикле Сузуки. Ну, и опять-таки, на многих других мотоциклах. Также есть мысли разыграть этот мод в зависимости от количества желающих. К примеру, тысяча человек там по 300 рублей, и кому-то одному достается мод в результате розыгрыша. Мне такую идею предложили. Если интересно, оставляйте плюс в комментариях. Ну, а там, я думаю, в следующих видео еще эта тема будет продвигаться по чуть-чуть. Посмотрим, какое количество людей будут заинтересованы. Думаю, это будет актуально для всех ближайших областей, которые граничат с Ростовской. Да, кто не знал? Мы с Ростовской области. Здрасте. Все, ехать пора. Блядь, а что?